Привет, я Марина. В сегодняшнем видео я вам расскажу о своей новой канцелярии. Скоро же 1 сентября, скоро новый учебный год. Я учусь в медицинском университете и к началу нового учебного года я себе купила много новой канцелярии. Раньше я так никогда не делала, раньше я все время покупала по ходу дела какие-то тетрадки в каких-то киосках, которые встречались мне на пути. Покупала какие-то ручки в каких-то тоже непонятных киосках, одежду я тоже себе покупала в течение всего года, а не к 1 сентября. Но сейчас я так решила не делать, так как когда мы осознанно готовимся к 1 сентября, когда у нас все вот уже лежит подготовленное, то мы как-то, мне кажется, что более решительно и более твердо настраиваем себя на учебу. Учеба это не всегда приятный процесс, хотя я честно скажу, мне очень нравится учиться. И чтобы как-то облегчить себе этот процесс, я стараюсь покупать веселую и радующую себя канцелярию. Например, вот такой вот блокнотик. Если вам интересно, где я его купила, то я его купила в магазине FixPrice. Keep Calm and Create. Очень прикольный, на мой взгляд. Стоит всего лишь 47 рублей. Крупную клетку. Там таких блокнотиков очень много. И если вас он заинтересовал, то сходите обязательно купите. На мой взгляд, очень милый блокнотик. Пригодится для каких-то общих записей. Например, какие-то записи по историям болезни. То есть, когда мы ходим к пациентам, их опрашиваем и записываем какие-то данные по ходу дела. Как раз очень удобно будет ходить с таким вот маленьким блокнотиком. Я его как раз приобретала для этих целей. Также приобрела себе второй блокнотик. Я сюда вклею свое расписание в уменьшенном формате. Вот такое вот. Сюда обычно вклеиваю каждый год. И дальше у него такие цветные странички. Коты всякие нарисованы. Я очень люблю котов. Написаны различные фразы из маленького принца. И не только из маленького принца. Например, любовь начинается там, где ничего не ждут замен. Антуан де Сен-Дегу-Бри. Например, коты знают, что делают. Ни за что не встретишь кота, который бы делал то, что он не хочет. Кто угодно, только не они. Прикольно. Странно, но прикольно. В общем, я буду ходить с таким блокнотиком. Я буду записывать в него свои дела повседневные. Что мне нужно сделать. Какие у меня есть долги по учебе. Я надеюсь, что их будет мало. Все равно не бывает такого студента без долгов по учебе. Все равно нужно что-то сделать будет. Все равно нужно что-то доздать. Я это все записываю в такой вот блокнотик. Приклеиваю в расписание и ношу его всегда с собой. Также, что у меня еще появилось. У меня появился вот такой вот блокнот с Ван Гогом. Мне его подарил мой парень. Это очень дешевый блокнот. Я оторвала ценник, но он стоил 400 рублей. Мне было жалко тратить на него деньги. И мне его подарил мой парень. Это тетрадь с вынимающимися листами. То есть, их можно отдельно докупать и вставлять. Эту тетрадь я завела для лекций. Я уже завожу такую тетрадь именно для лекций уже второй год подряд. Это очень удобно, девочки. Потому что вам не нужно таскать для каждого предмета каждой тетради. Я раньше так делала. У меня было для каждого предмета. Была тетрадь для лекций. Была тетрадь для занятий. Но сейчас так делать перестала. потому что это очень неудобно, получается, что я каждый день с собой тискаю огромное количество тетрадей, а так у меня будет одна тетрадка под все лекции, и я её буду просто специальными бумажками на липкой основе разделителями просто буду эти лекции разделять, допустим, терапия там вот столько-то, допустим, у меня будет там потом хирургия и так далее, если по терапии вот этот вот объём закончится, то я просто докуплю эти бумажки, буду писать лекции по терапии и просто их буду туда вставлять, ну, короче, все всё поняли. Следующая у меня тетрадка колледж, как раз осень, у меня свинки разболтались, они мешают мне снимать видео, следующая тетрадка колледж, колледж я её завела для занятий, то же самое, занятия, допустим, хирургия, терапия, буду просто разделять вот такими вот разделителями, ну, конечно, тут уже листы не вставить, но это не страшно, для занятий я завела, потому что две тетради. Эту тетрадь также купила в магазине обычных констоваров, а вот эту вот тетрадь... ой, придётся вырезать. А вот эти вот тетрадки сейчас продаются в центре обуви, с Парижем, там ещё были другие города, но я люблю Париж. Тоже обычная тетрадка, разобью, наверное, на две части, и они у меня будут для занятий под разные предметы, ну, типа, акушерство, неврология, чё-нибудь ещё. Вот. Тетрадки недорогие, всего лишь по 60 рублей. Тетрадка просто енот. Я не понимаю, почему вот эта тетрадь стоила так дорого, она стоила целых 150 рублей. 150 рублей. Это просто тетрадка с енотами, но и с котом. Единственное, что она прошитая, из неё листы там просто выпадать не будут. Вот. Мне очень понравился вот этот милый кот, он такой какой-то грустный, он такой, как я такая ещё иногда такая. И поэтому я его купила. Нет, мне кажется, я это енот вот тут вот, кстати. Я думала, что я кот, но я енот. Эм, да. И ещё купила два таких блокнота. Один я оставлю себе, один я подарю подруге. Так как у меня есть подруга, которая очень любит Лондон. Это же Лондон, правда? Не дай бог, это не Лондон. Я могу не очень хорошо разбираться, да. Так что жди один блокнота подарю тебе. Я этот блокнот, всё-таки думаю, что я заведу его под арт-бук. Так как я давно искала что-то в этом роде. У него такие жёлтенькие листочки, немножко в винтажном стиле. И здесь написано... Да, он большой. И здесь написано... About the problem of time travel. Our story begins. Очень мило. Также я купила себе баночку для еды. Только не смейтесь, пожалуйста. Это контейнер для еды. Сначала я хотела заказать контейнер для еды в виде кошечки или в виде совы на Алиэкспресс. Но я очень не люблю что-то заказывать, что-то ждать. И в итоге я его купила в магните за 25 рублей. Он больше похож на контейнер для вымывания кисточки после краски. Но нет. Это у меня будет контейнер для еды. Я мне буду приносить с собой какой-нибудь омлетик или гречку или что-нибудь такое на учёбу. Потому что нас часто ведут пара в больницах, и мы не всегда успеваем поесть. Я буду есть вот с этой фигней. Так что, если вы меня увидите с этой фигней, не пугайтесь. Марина принесла её есть. И купила целый пакет каких-то фломастеров, маркеров. А вот, кстати, вот те самые разделители, о которых я говорила. Которые я буду разделять. Различные занятия, лекции и так далее. Корректор Эрих Крауза покупаю уже каждый год. Просто моя любовь. В том году купила другой корректор, он оказался дурацкий. Маркеры Эрих Крауза. Когда-то я купила эти маркеры, и у меня был очень хороший учебный год. Я училась на одни пятёрки. Я купила их второй раз. Именно вот эти вот два. Именно розовый и именно голубой. Маркеры, помогите мне. Так. И целый набор каких-то ручек. Конечно, ручки, их можно, по идее, докупать в течение всего года, конечно же. Но когда у меня лежит вот собранный набор ручек разных. Там красная, чёрная, ещё какая-то. То меня это как-то настраивает на учебный год. В последнее время я очень полюбила ручки на масляной основе. Вот пилот, кажется, такая. И вот ещё есть такая ручка. Называется она Tugzar Contour 1.0. Именно вот такая вот ручка, она приносит мне счастье на экзаменах. Это вы можете подумать, что это глупости. Вы можете подумать, что я сошла с ума. Но когда я, как я не пойду на экзамен, вот с этой вот ручкой, я вздаю на пятёрки. Я в прошлом году никак не ожидала, что у меня будет пятёрка по гигиене. Потому что прям перед экзаменом преподаватель как-то по непонятным причинам наорал и мне. Я подумала, что ну всё, хоть бы троечка. Пошла с этой ручкой у меня пятёрка. Это было просто для меня полная неожиданность. И после этого я села с своей подругой, начала срабатывать вот эти вот ручки. По-моему, у меня получилось очень бредовое видео, если честно. Вот. Также это немножко не канцтовар, но я купила себе пастель. Я буду рисовать. Честно вам скажу, я рисовать вообще не умею. Так что через пару видео покажу вам, что у меня получилось. Получилось ли у меня оформить мой артбук. И посмотрим, что получилось. Ну, в принципе, это было всё. Я очень надеюсь, что вам было не скучно, что вы поржали вместе со мной. Всем пока-пока!